Здравствуйте! Мы продолжаем серию видеопрограмм Центрального дома Российской Армии под общим заголовком «История Российской Армии». И сегодня у нас очень интересная тема, тема, которая, я могу сказать, что я, допустим, увлечен уже более 30 лет и не перестаю удивляться. Это тема первой архипелагской экспедиции Российского флота 1769-1774 годов. И центральное событие этой экспедиции – это знаменитая Великая Чесменская Победа 1770 года. Видимо, все-таки в истории нашего флота это самая выдающаяся победа, причем достигнута она была в таких тяжелейших обстоятельствах, что до сих пор вся эта история кажется фантастичной и каким-то настоящим чудом, которое совершили русские моряки во второй половине XVIII века. Но прежде чем начать нам говорить о самом сражении, мы должны, как сказать, поговорить о его предпосылках, о том, с чего все начиналось. Начиналось, конечно, все с большой политики. Отправным моментом, конечно, следует считать, это вошедствие на престол в результате государственного переворота в 1862 году императрица Екатерины II. Вошедствие на престол Екатерины знаменовало поворот в политике внешней российской. Виц-канцлером России стал граф Никита Панин, который предложил новую систему политических союзов, которая получила название «Северный аккорд». Вот этот «Северный аккорд» – это был союз как суверенных северных держав, куда входили Россия, Пруссия, Дания, Швеция, Речь Посполитая в том числе, и при поддержке Англии. Противостоял вот этот «Северный аккорд» такому враждебному союзу, которого сглавовала Франция, и входила в него еще Австрия. Вот, и при поддержке Турции. Вот это были две такие мощные европейские коалиции, которые вели такое политическое противоборство. Серьезным сдвигом, вот, началом движения к будущей войне стала смерть в 1763 году польского короля Августа III, вследствие чего в Польшу начались беспорядки шляхты, и Екатерина II сумела посадить на польский трон своего, скажем, ставленника, даже, как говорят, своего фаворита, это Станислава Понятовского. Он, это был, конечно, прорусский король, но он не пользовался популярностью польской аристократии, несмотря на то, что его избрали. И в Польше, значит, начинались мятежи антирусские, и подогреваемые французами. Франция вместе с польской аристократией образовали, так называемую, организовали барскую конференцию. Это был союз польской аристократии, выступивший против России. И, в общем-то, в Польше начался антирусский мятеж. При этом поляки, французы и австрийцы обратились к турецкому султану Мустафе III с просьбой, значит, вступить в войну против России. Султан, значит, в какое-то время не решался, но ему были предложены земли, серьезные, это Волыни-Подолия, после чего, в общем-то, турки согласились объявить войну России, в которой рассчитывали одержать победу, как это было в 1711 году, во время прутского похода Петра. Нужен был предлог, но предлог, когда он нужен, он всегда находится, и таким предлогом стало нападение запорожских казаков на город Дубосары на Днестре. Ну, запорожские казаки, они формально вроде бы уже, как сказать, входили в состав Запорожской съещи Российской империи, но на самом деле они были довольно вольными такими, значит, ребятами, как сказать, полевые командиры, говоря современным языком, и вот, а Дубосары принадлежали Турции, поэтому турки, значит, начали, собственно, серьезный политический скандал. Турки требовали смертной казни для запорожцев, и Екатерина сказала, что у нас смертной казни нет, и я их просто выпорла. Турки сочли это недостаточно, и, в общем-то, казус Белли был налицо, и 25 сентября 1768 года султан арестовывает русского посла Абрестского, и его садят в печально знаменитый семибашенный замок, куда турецкие султаны традиционно садили всех послов в случае объявления войны с их государствами. Некоторые послы доживали до окончания войны, некоторые послы не доживали. 29 сентября султан объявил свой фирман, свой указ о сборе войска для войны против России. В ответ на это 18 ноября того же года Екатерина II опубликовала манифест с объявлением войны Турции, и с этого момента, в общем-то, война считается, в общем-то, уже начавшейся. Для ведения войны в России было сформировано две армии. Первая армия под командованием князя Голицына, но он вскоре доказал свою неспособность воевать, и был заменен на генерал-аншефа Петра Панина, это брата канцлера Никиты Панина. Эта армия должна была действовать в районе от Бендер, туда вот на таком, скажем, молдавском направлении. И вторая армия, это армия под командованием генерал-аншефа Петра Румянцева, которая должна была действовать в районе Днестра, прикрывая южные границы России. И в это время возникает идея. Автором этой идеи выступают братья Орловы, Алексей и Григорий. Идея фавориты, Григорий был фаворитом Екатерины II, и Орлов его младший брат. И вот они выступают с идеей подпалить Турцию с четырех сторон. Смысл в том, что открыть боевые действия не только в Северном Причерноморье, в районе Днестра, в Придунае, но поднять мятеж в тылу у Турции, в Греции, православного греческого населения, а также направить туда отряд русских кораблей из Балтики. Автором этой идеи выступил граф Алексей Орлов. Несколько слов о Орлово. Это люди, которые будут иметь серьезное значение в нашем дальнейшем рассказе. Итак, было пять братьев Орловых. Все братья были очень дружны, крепкие, здоровые ребята, драчины, пьяницы, бабники, и гвардейские офицеры, очень популярные среди гвардии. Старший из них, такой был Иван, он пользовался у них как отец, они его слушали все, и даже при встрече целовали ему руку, то есть у них иерархия была. Второй брат, значит, по возрасту, это Григорий. Он стал фаворитом императрицы Екатерины II еще до государственного переворота и, в общем-то, обеспечил успех заговора вместе с братом еще своим Алексеем. Вот. Ну, Григорий, он был более такой, как сказать, значит, как говорят, не очень умный и так далее, а вот Алексей, это был самый, так сказать, талантливый, самый деятельный из всех братьев. Было еще два брата, это Федор, мы о нем еще поговорим в свое время, и самый младший, это брат Владимир, которого потом императрица Екатерина назначила директором Академии наук. Вот Алексей отмечался наиболее таким бурным нравом, значит, по два метра ростом, подовые кулаки, сильный, веселый, щедрый, авантюрный, через всю щеку у него был шрам памяти одной из дойлей, и именно вот он предложил вот этот план создания, значит, неприятности для турок в Средиземном море. Ну, решили так, коль ты план предложил, ты его и выполняешь. И в скорости Алексей Орлов отправился в Италию, расположился он в Ливорно, где начал заниматься подготовкой вот этого антитурецкого восстания. Вместе с ним был отправлен генерал-майор князь Юрий Долгорукий, очень тоже интересная личность, причем Долгорукий посетил Грецию, переговорил с этими, так называемыми, греческими повстанческими капитанами, а затем перебрался в Черногорию, чтобы поднять на мятеж против турок и черногорцев. И в Черногории он встретился с очень интересной личностью некий Степан Малый, или Степан Малой, его тогда еще иногда называют историки. Это был такой авантюрист, черногорский авантюрист, который выдавал себя за императора Петра III. Вот черногорцы в это верили, и тем самым он стал их правителем, праве от имени Петра III, уже покойного. И перед Долгоруким была дилемма или арестовать этого Степана Малого как самозванца, потому что только не так давно покончили с еще одним самозванцем Пугачевым, который выдавался за Петра III, и тут еще один появился. Но с другой стороны, этот Степан Малой обещал принять участие в восстании, он пользовался авторитетом и так далее. Поэтому Долгорукий взял на себя смелость его не арестовывать, но только чтобы он прекратил пользоваться именем покойного императора. На этом они и договорились. Вместе с Алексеем в Италию отправился его брат Федор-младший. Они под легендой графы Островые, они ехали с документами, хотя все, конечно, прекрасно знали, вся разведка, и Франция, и Австрия знала, что это русские братья Орловы. Чем занимался Орлов в Ливорне? Во-первых, посылал эмиссаров в Грецию для вербовки восстания. Во-вторых, он вышел на связь с греческими корсарами, которых было тогда очень много, с тем, чтобы тоже привлечь их на свою сторону. Для этого корсарам выдавались патенты, то есть это право на нападение на турецкие корабли и право поднимать Андреевский флаг. Также наиболее, скажем, авторитетным корсарам даже присваивались офицерское звание мичмана, что считалось очень почетно. Местом вот этого сбора корсаров был избран порт Магон, это порт на острове Минорка, Боливарские острова, Болиарские, где по договоренности с англичанами впоследствии могла базироваться русская эскадра. Вся информация, конечно, она была шифрованными письмами, передавалась так называемым цифириным ключом. Любопытно, что вокруг себя Орлов собрал выдающихся людей того времени. Так у него, допустим, одним из его помощников был преображенский капитан, князь Федор Козловский. Это один из выдающихся поэтов русских той эпохи. Друг Майкова, друг Хираскова. Ну и знаменитый литературный анекдот, когда вот они, три гвардейских офицера, три поэта, сидели, выпивали, читали стихи, а за дверью подошел тоже преображенский солдат, звали его Гаврила Державин, и за двери слушал знаменитых российских поэтов. Его увидел Козловский, подошел и сказал, нечего тебе, братец, тут слушать, ступай, все равно ты ничего в поэзии не понимаешь. И таким образом отправил Державина. Кроме этого, Сергей Домашнев, майор, был в канцелярии Алексея Орлова. Это выдающийся российский литературовед середины 18 века. Ну и переводчиком канцелярии у него был «Ни кто-нибудь», а сам Бортнянский. Это один из выдающихся российских композиторов вообще 18 века. То есть мы видим, что окружение у Алексея Орлова это была как-то интеллектуальная элита тогдашней России. Очень любопытно, что Орлов вел довольно такой свободный образ жизни, посещал всевозможные салоны и сам называл к себе «я в здешних салонах первейший агрессор», как он себя именовал. Но в то же время писал вот такие письма императрице Екатерине II из письма Орлова Екатерине. «И правду сказать тяжело мне очень доходить. Иногда не знаю, где голову преклонить. Шпионов превеликое множество во всех местах и во всех портах. И за мною все примечают, и ко мне многие в гости ходят». То есть мы видим, что все-таки такая напряженная была борьба, но несмотря на это Орлову удалось склонить достаточное количество греков и практически всех греческих корсаров на свою сторону. Но, как сказать, последнее слово должно было остаться за русскими моряками, за русским флотом. Что же представлял из себя российский флот в 1768 году? Дело в том, что у нас как-то однобоко оценивают правление различных императоров, ну и в частности императрицу Анну Иоанновну, которая, в общем-то, на самом деле флотом занималась. И при ней флот лично курировал канцлер Астерман Александр Иванович, и моряки совершали подвиги, Великая Северная экспедиция, война с турками на Черном и на Азовском морях. При Елизавете же Петровне флот пришел в полное запустение. Не зря тогда говорили, что суммарный оклад всех русских моряков того времени был меньше оклада гвардейской роты, там, Преображенского полка, допустим, то есть практически нищенское существование. И вот с вступлением на престол Екатерина II, понимая значение флота, ну, во-первых, для обороны морских границ, рубежей, но кроме этого флота еще как самого мощного, наверное, инструмента внешней политики, она серьезно занялась флотом. Был создан комитет возрождения флота, куда вошли ведущие адмиралы того времени, и потихоньку ситуация начала выправляться, хотя и понятно, что для этого нужны были годы. Начались понемногу даже дальние плавания. В 1764 году было проведено очень интересное плавание фрегата «Надежда Благополучия», который разведывательное плавание в Средиземное море под видом купеческого судна с продажей там железа, он зашел в Средиземное море через Гибралтар и прошел по всем основным портам, выясняя обстановку, составляя карты и так далее. То есть все-таки вот такая вот вещь была проведена. И когда в 1768 году встал вопрос, возможно ли посылка отряда кораблей в Средиземное море, конечно, обратились к адмиралам. В адмиралтейской коллегии был собран, все это дело в секрете, потому что экспедиция предполагалась секретная. Была создана адмиралтейская коллегия, где мнения адмиралов разделились. Часть адмиралов, это адмирал Льюис, адмирал Милославский, знаменитый адмирал, такой у нас гидрограф Нагаев, они высказались против, что, в общем-то, мероприятие посылки флота сразу в Средиземное море, оно очень рискованное, мы не готовы сейчас, и через несколько лет нам надо хотя бы несколько лет. Но несколько адмиралов, в том числе, значит, адмирал Спиридов, контр-адмирал Алексей Синявин, вот, Мордвинов адмирал, вот, они высказали за то, что, значит, попробовать надо, потому что, в общем-то, ситуация такая достаточно сложная, военная у нас, и флот может серьезно помочь армии. Их поддержал тогдашний президент адмиралтейской коллегии, значит, Иван, граф Иван Чернышев, и, в общем-то, вот с перевесом в один голос было принято решение о, как сказать, ходатайство императрицей о посылке флота. Одновременно с посылкой кораблей Средиземное море предполагалось в Таганроге начать строительство Азовской флотилии с тем, чтобы атаковать уже турок, значит, в Азовском море у побережья Крыма, а затем попытаться выйти через Керченский пролив, Черное море, и там тоже, значит, начать боевые действия. 16 декабря 1868 года Екатерина подписывает указ о начале подготовки Средиземной морской экспедиции и пишет практически сразу Алексею Орлову в Ливорно, пишет ему, что сверх всего имеем мы еще в виду по предложению брата вашего, генерала Фельдсихмейстера, это имеется, Григорий Орлов, отправление эскадры наше в Средиземное море, ежели только возможность к тому представиться. то есть Орлов уже был извещен о том, что эскадра будет к нему идти. Более того, он был извещен еще о другом, о том, что с прибытием эскадры он назначается главнокомандующим всеми вооруженными силами России, как сухопутными, так и морскими, на Средиземном море. Стал немаловажный вопрос, кто будет командовать этой эскадрой, потому что дело было новое, рискованное, опасное. Часть адмиралов отказалась сразу, сказали, что и по возрасту, и по своим, как сказать, знаниям они не в состоянии это сделать. В конце концов, осталось две кандидатуры, кандидатура Алексея Синявина и вице-адмирала Григория Андреевича Спиридова. Но Синявин был назначен командующим Азовской флотилией и тогда предложено было Спиридову. Спиридов согласился, на тот момент это был один из лучших наших адмиралов, прошел очень большую школу, нелегкую школу, все время был даже приговорен к смертной казни, будучи на фрегате Митава в 1739 году, когда фрегат сдался французам во время осады Данцига. Но потом был упрощен. Затем участвовал в русско-турецкой войне на Азовском море во флотилии адмирова Бридаля, отличился во время штурма Кольберга во время Семилетней войны, первым ворвался на прусские укрепления, то есть был опытный флотоводец и очень, ну скажем так, уважаемый. Екатерина II, правда, не любила Спиридова, у них была стычка. В 1763 году, во время смотра флота, когда Екатерине не понравилось, как маневрируют корабли, она вслух сказала, что у нас людей корабли довольны, а флота у нас нет. На что Спиридов ей, так, довольно, может, грубовато ответил, что флот у нас будет только тогда, когда им начнут заниматься предметно первые лица империи. Вот, но Екатерина была женщина умная и понимая, что кроме Спиридова некого, она как-то это дело, значит, сделала вид, что забыла. Было принято решение направлять только новые корабли в эту экспедицию, корабли, которые на тот момент прослужили не более пяти лет. Кроме этого, было понятно, что Кронштадтская, скажем так, береговая база, тыл, не сможет подготовить сразу большую эскадру, поэтому решили, что будут отправляться отрядами корабли в Средиземном море. Подготовят один отряд и уйдет, затем второй отряд и третий. Так можно было справиться. И был уже определен состав первой эскадры, первого отряда, обычно называют эскадрой, в которую вошли семь линейных кораблей, один фрегат, один бомбардирский корабль и два пакетбота. Вот это линейные корабли Евстафий, Януарий, Северный Орел, три Иерарха, три святителя, Святослав и Европа. Фрегат Надежда Благополучия, тот, который в свое время уже ходил в Средиземное море, бомбардирский корабль Гром. Вот. И два, значит, небольших посальных судна. Кроме этого, да, Екатерина лично приняла Спиридова. ему были оказаны, скажем, выданы серьезные авансы, он был произведен в звание полного адмирала и получил даже такой, как сказать, официальный титул первого флагмана российского флота. Вот. Кроме она вручила ему, значит, икону Иоанна, значит, на Андреевской ленте, сказав, что это сильнейший талисман, вот, и обещала полное содействие. Своим флаг капитаном Спиридов назначил капитана Пирога Плещеева, этот бывший командир фрегата Надежда Благополучия, который ходил в Средиземное море с разведывательными целями и который знал уже Средиземное море, то есть это было очень важно. Кроме этого, поискали в Петербурге греков, кого можно было найти, вот, несколько греков тоже взяли с собой в качестве переводчиков, чтобы они были, и в качестве где-то, может, даже Лосманов. Решили, что для того, чтобы корабли дольше прослужили, их надо обшить, и вот их по очереди, значит, кореновали, доковали и обшивали таким просмоленным войлоком, поэтому саму эскадру иногда даже в исторической литературе называют до сих пор обшивная эскадра. Грузили тут, значит, там, еловые, значит, шишки, еловую хвою, оценги, сухари тройной закалки, по кому-то недосмотрению начали почему-то грузить шубы, вот, кучу шуб загрузили, общинных, потом начали их выкидывать, что ну куда, какие шубы в Средиземном море, то есть, ну, все делалось первый раз, поэтому как что-то получалось, что-то не получалось. Для стимулирования отобранных офицеров и матросов уходящих эскадру Екатерина выдала им четырехмесячное жалование не в зачет, ну, скажем так, это была премия, да, значит, размером в четыремесячное жалование, ну, для того, чтобы могли оставить семьи, и семьи могли на эти деньги существовать. Вопрос политики очень сложный был, надо было проходить мимо различных государств, поэтому Спиридов получил очень строгую инструкцию, в какие порты бы заходить, в какие не заходить. Ну, вот, допустим, в порты Дании можно было заходить, они были союзными, голландские в крайнем случае, во французские порты было вообще запрещено заходить, что Франция являлась нашим, скажем, главным врагом тогда, и в английские порты надо было заходить, англичане были нашими главными союзниками, тогда никаких серьезных противоречий у нас не было, вот, на Индию мы английскую не покушались, до начала большой игры еще было много времени, и англичане были очень заинтересованы, чтобы мы ввели корабли на Средиземное море, начали воевать с турками и тем самым ослабляли их главных врагов французов, то есть такая серьезная была политическая игра. 18 июля 1769 года в Кронштадте прошел высочайший смотр, Екатерина вторая лично посетила линейные корабли, выпила бокал вина за здоровье уходящих в море русских моряков, офицеры были допущены к ее руке, все по очереди целовали ей руку, адмирал Спиридов был награжден опять же авансом орденом Александра Невского, это второй по значению орден империи, и после отъезда Екатерины, после салюта, в честь ее эскадра ушла из Кронштадта на рейд Красной Горки, где окончательно уже стала готовиться к походу. На корабли был посажен кексгольдский пехотный полк в полном составе в качестве скажем десанта, была погружена армейская артиллерия для будущих боевых действий в Греции, несколько разобранных полугалер, тоже было взято на борт. Я уже говорил, были греки, в частности, тоже очень известный греческий деятель, впоследствии Дементарий Константинов, он тоже принял участие в этом походе. Что касается Спиридова, он взял в поход двух своих сыновей, старшего Андрея и младшего Алексея, который младший сын отличался любовью к античной культуре, к античной истории. В качестве своих адъютантов. И, покинув рейд, эскадра взяла курс на Копенгаген, но там тоже немножко перемудрили, она в море должна была встретиться с резервной эскадрой вице-адмирова Андерса, которая оставалась на Балтике, а встретиться сразу не удалось, попали в шторм, потом возникла проблема с водой, дело в том, что пресная вода, которую брали на корабле, она была неоднородная, вот, самой лучшей водой всегда считалась вода из чистых родников, она очень долго сохранялась, наиболее чистая вода, затем по качеству шла вода, которую брали из колодцев, она уже была хуже качества, но тоже неплохая, и самой плохой считалась эта вода из речи, и вот тыловики, скажем, и чиновники тыловые, которые отвечали за воду, они, чтобы не заморачиваться, они воду брали в устье Невы, то есть это не просто плохая речная вода, а еще уже перемешанная немного с водой Финского залива, поэтому она была и солоноватая, и очень плохая по качеству, и не успели выйти туда через там две недели, да, как погрузили в море, эта вода уже протухла и практически была уже не, как сказать, ее нельзя было потреблять, вот, поэтому взяли курс на Копенгаген, прибыли в Копенгаген, где первым делом начали опять загружаться водой, вот, к этому времени начались первые болезни, вот, распространилась эпидемия, потому что большая часть матросов были рекруты, молодые матросы, их надо было учить, к тому же они не были приспособлены к береговой, как сказать, корабельной службе, кроме этого, оказалось, что в море во время этого шторма серьезные повреждения получил линейный корабль, сильнейший, 80-пушечный Святослав, и к дальнейшему плаванию он непригоден, поэтому в это время в Копенгаген пришел как раз отряд новых кораблей, которые перегоняли их из Архангельска, где они строились, на Саламбале в Кронштадт, и Спиридов, пользуясь своей властью, один из этих кораблей, Ростислав, под командованием капитана первого Голупандина, он присчислил к своей эскадре, включил в состав своей эскадры, вот, и взял он с собой еще командира этого отряда контр-адмирала Елманова, взял его вторым флагманом своим, вот, с тем, что он тоже участвовал в этом походе. Несколько слов о командирах кораблей, вот, там был ряд выдающихся командиров, о которых, как сказать, определят, ну, какой-то вектор развития нашего флота второй половины XVIII века, очень серьезно. Это, прежде всего, командир корабля три иерарха, иногда его называют трех иерархов, это Самуил Грейк, это шотландец по происхождению, взятый на русскую службу, толковый, грамотный, будущий, даже командующий Черноморским, ой, Балтийским флотом, то есть офицер. Такие офицеры, как Федот Клокачев, будущий командующий Черноморским флотом, Степан Хметьевский, вот, Лупандин, там, капитан, Борисов, то есть это была такая вот, как лучшие, из лучших российских, то есть боевых капитанов. Во время нахождения в Копенгагене, значит, было прием значит, датского короля, вот, пополнили запасы, значит, главное запасы воды, вот, и 12 сентября 69-го года уже эскадра покинула Копенгаген, взяв курс на датские проливы. Ну, датские проливы, прежде всего, это Скаген, они и сегодня достаточно сложны для мореплавателей, потому что в этот район часто встречаются туманы, много рифов, поэтому там мореплаватели соблюдают сегодня большую старость. Тогда, конечно, было тоже сложно, и вот, как едва эскадра втянулась в Скаген, значит, появился густой туман, и продвижение было очень сложное. Обычно в тумане парусные корабли, они обозначали свое движение выстрелами из пушек, направление движения, предупреждали об опасности, вот впереди эскадры шел такой Пинг, это вспомогательное судно, Лопоминг, под командами капитана лейтенанта Извекова, и вот в какой-то момент он на полном ходу налетел на подводную скалу и стал быстро тонуть, и ужас был в том, что за ним этим же курсом шла вся наша эскадра. И вот капитан лейтенант Извеков, пренебрегая смертельной опасностью, начал палить из пушек уже на этом тонущем своем суденышке, предупреждая о том, что курс ведет к гибели. А уже судно тонуло, и ситуация его критическая, но в самый последний момент, к счастью, он услышал выстрелы, холостые в ответ, это значило, что его сигнал услышан, и эскадра меняет курс. И только после этого он уже прыгнул в воду за борт с тонущего своего судна. То есть еще, как сказать, бывые действия не начались, а подвиги наши моряки уже начали совершать. Пройдя Скагинский пролив, эскадра вступила в Северное море, или как оно называлось в XVIII веке, Немецкое море, и дул попутный Зюйт-Вест, и наши корабли устремились к берегам Англии. Сильный ветер разбросал корабли по Немецкому морю, то есть такого перехода в одном строю не было, но было назначено место встречи, или, как говорят моряки, место рандеву. Это мыс Фламбора-Хит, это мыс на восточном побережье Англии, куда все наши корабли благополучно и подошли. Но там были определенные неприятности, ждали английских лоцманов, но их не было, прождали четверо суток, потеряли. В это время началась очень серьезная эпидемия, то есть моряки начали умирать, причем начали заболевать не только матросы, но и офицеры. Что было, мы не знаем, там в отчетах экспедиции, те, что я видел, там описывается, написано, написано гнилостные горячки и поносы. Ну, что это сложно? Скорее всего, все-таки какое-то пищевое отравление было, или что-то связанное именно с некачественной водой в том числе. В это время европейские газеты, узнав о походе русской эскадры, начали злословить. Статьи назывались примерно так, что русский флот это новый феномен в кавычках и так далее. Но единственный, кто во всей материковой Европе понял, что происходят события очень важные и русские моряки настроены решительно, был знаменитый фернейский старец, это Вольтер, который состоял в переписке с Екатериной Второй, который, поддерживая ее, в эти дни написал следующие строки «Благословите Петрополийский флот, зависть умолкни, народы девитесь». Тем временем очень обеспокоились французы и министр иностранных дел Франции граф Шуазель докладывал Людовику XV о необходимости сдать эскадру, собрать, атаковать русских и уничтожить их еще до их входа в Средиземное море. В Тулоне была собрана эскадра 18 линейных кораблей, в том числе стопушечные, но англичане в ответ заявили, что они как сущие нападения на русскую эскадру атакуют французскую эскадру, потому что Россия является их союзником и у французов как-то пыл сразу паутих, но наш посол Хатинский писал все равно Екатерине Второй, что известие, что Франция и Бурбонские державы намереваются выслать эскадры вновь подтверждается, то есть вот ситуация все время висела на волоске, тем не менее наши пришли в Портсмут, английский порт, где болезнь развелась до такой степени, что только умерших было уже больше 80 человек, более 700 человек было тяжело больных, но все-таки надо сказать должное англичанам, они поместили наших больных в береговые госпитали, начали лечить в том числе скажем овощами, фруктами какими-то стал искоренять цингу и так далее, но смерти были, в том числе умер командир линкора Европы, капитан Пермага Корсаков, тот тоже от болезни, ряд других офицеров, самое удивительное, что наших моряков в Англии встретил никто иной, как президент адмиралтейской коллегии граф Иван Григорий Чернышев, он в это время был назначен послом в Англию по совместительству и уже обогнал эскадру оказался в Лондоне. Вот он тоже очень много помог в плане закупки продовольствия, кое-какие карты мы приобрели у англичан Средиземного моря, закупки навигационного инструмента и так далее. Прежде всего ремонта наших кораблей, потому что практически все корабли нуждались в ремонте, а линейный корабль Северный Орел он вообще находился в таком плачевном состоянии, что в пору было его продавать на дрова уже, но все равно его пытались отремонтировать. И ситуация сложилась так, что вот неготовые корабли вынудили Спиридова принять решение прорываться в Средиземное море уже даже не в составе вот этого отряда всем линейных кораблей, фрегата Баба-Борис корабль, а по мере исправления повреждений. Вот кто готов идти, пусть идет на прорыв в Средиземное море, а остальные как-то потягиваешь. Это, конечно, было смертельно опасно, но в это время Спиридов получил очень нехорошее письмо от императрицы Екатерины Второй. Я даже вот как-то изучая Екатерину Вторую, как-то ее эпистолярное наследие много лет, я более такого, ну скажем, нетактичного письма не встречал во всей ее переписке. Она буквально клокотала гневом за то, что наша эскадра очень медленно идет, за то, что много больных, много мертвых, причем во всем объединялась Спиридова и писала, что когда вы и ваш поход обратится в позор России и позор мой лично, тогда, значит, я вам, ну как сказать, я разберусь с вами по-настоящему. Ну, конечно, не понимая тонкости морского дела, не понимая, что впервые наш флот сразу пустился в такое опасное масштабное предприятие и по существу, конечно, не был к нему готов. В какой-то мере это была, конечно, и авантюра, но другого выхода не было, надо было идти вперед. И Спиридов, поэтому вот он оставляет ремонтирующиеся все корабли на Грейга, который имел уже не чин капитана первого ранга, а чин капитана бригадирского ранга, то есть являлся тоже младшим флагманом, и на контр-адмирова Елмана. Вот они должны были заниматься починкой кораблей в портах Англии, и по мере, как корабли будут приводиться в порядок, уже, значит, группами идти на Средиземное море. А сам, имея только два, скажем, исправных корабля, это линейный корабль Евстафий, он полностью назывался Святой Евстафий Плакида, и фрегат Надежда Благополучия, вот он с двумя кораблями рванул вперед с тем, чтобы, ну, как сказать, не получить больше вот таких надраней от Екатерины Второй. Поэтому буквально пролетели Бескайский залив удачно, вот такое штормовое место, проскочили Гибралтар, и на 17-е сутки хода были уже около Минорки, и достигли места будущего сбора, это вот порт Магон на острове Минорка, Боливарские острова. Вот, трагедия для Спиридова была не только, скажем, в том, что он, как сказать, в нем разочаровалась Екатерина Вторая, в эти дни у него умирал сын, старший сын Андрей, тоже был тяжело больной, и как раз в день прихода наших кораблей в Порт Магон старший сын у него умер, и вот это, конечно, психологическое состояние, можно представить адмирала Спиридова, который только два корабля довел до, скажем, до Средиземного моря, остальные еще неизвестно где, чинятся по разным портам, и что с ними будет, в Петербурге им недовольны, считая, что он провалил всю операцию, и на руках у него лежит рядом в каюте мертвый сын, то есть это, конечно, огромная трагедия, и вот в дневнике в эти дни он пишет до сего дня ни одного часа не проходит, когда бы я был без прискорбности великой, вот, ну вот такая была ситуация, в это время из Ливорна в Порт Магон прибывает младший из братьев Орлову, Федор Орлов, которого послал старший граф Алексей, вот и наносит Спиридову еще один очень серьезный психологический удар, дело в том, что когда Спиридова отправляли, Екатерина II обещала ему, что он будет единоначальником и полновластным командующим эскадры, способным, как сказать, и облеченным правом принимать самостоятельные решения, а Федор Орлов привел, привез, привез, ему другую бумагу, согласно которой главнокомандующим всеми силами на Средиземном море является граф Алексей Орлов, а Спиридов поступает к нему в подчинение как всего лишь начальник корабельной эскадры, то есть это было, конечно, такое серьезное понижение и нанесло Спиридову еще один серьезный конечно удар, тяжелый, то есть фактически его обманули, но, как сказать, уже делать было нечего. В это время в Портмагоне Спиридова ждали уже многочисленные греческие пираты, мы их так более деликатно называем корсары, а сами они себя называли туркоеды, перевод из греческого дословно, они едят турецкие корабли. Это были такие знаменитые, в чем в частности это были даже будущие российские адмиралы Черноморского флота, там одни фамилии о чем говорят, Псара, Ламбро Качиони, Яни Рейс, Кумани, все будущие наши адмиралы, что касается Ламбро Качиони, то это вообще национальный герой Греции и до введения в Греции евро вот на Драхмах его изображали с пистолетами, с кинжалами, как одного из великих героев греческой истории. И в свое время где-то в конце нашей цикла лекций Чесменских мы расскажем о его интереснейшей судьбе и даже о необычной такой таинственной загадочной смерти, которая произошла скажем, в Севастополе много лет спустя после этих событий. Вот. Сейчас же все эти корсары поклялись верности России в подчинении Спиридов. Испиридов их направляют в разные стороны с тем, чтобы они разведали обстановку в Средиземном море. Главная задача была установить, где находится турецкий флот. Поэтому Псара отправился к Пелопоннесу, полуострову Пелопоннес греческий, или как в XVIII веке его называли Марея. Ламбро Качуони в Архипелаг. Архипелаг – это острова Игейского моря. Вот их большое скопление там. Вот это их так собирательно так и называли Архипелаг. Игейни Рейс и братья Паниоти и Алексиана будущий адмирал поспешили прямо к Дарданеллам туда. При себе Спиридов в качестве дьютанта оставил такого Корсара Кумани в чине Мичмана, который владел русским языком. Это было очень удобно для того, чтобы иметь при себе такого квалифицированного не просто переводчика, а переводчика-моряка. Пока Спиридов ожидал подхода кораблей, корабли потихоньку из Англии подтягивались, отряд кораблей, который возглавил капитан бригадирского ранга от Шотландии Самойо Грейк, он решил как своевольничать. И пройдя Гибралтар, он вел два линейных корабля, это свои три Иерарха Януария и два вспомогательных судна, это Саламбала и Венера. Вот он решил не заходить в порт Магон к Спиридову, а сразу прибыть в Ливорно к графу Алексею Орлову, тем самым как-то стать, как-то так, оказать ему особое внимание и заслужить и заслужить от него какие-то преференции на будущее, что, в общем-то, и получилось. Но появление нашей эскадры в Средиземном море уже воспринято в Европе немножко по-другому, уже заголовки газет изменились, вот, а Екатерина на радостях уже писала Вольтеру в ответ следующее. Мустафа запрещал, Мустафа – это турецкий султан, Мустафа запрещал верить в возможность прибытия моего флота в Средиземное море. Он говорил, что слух распространяются неверными для устрашения служителей Магомета. Блистательная порта, несмотря на свою блистательность, этого не отгадала. Ну, дело в том, что на самом деле Мустафа III из географии не дружил, и не знал, что Средиземное море соединяется с Атлантическим океаном, а тот, в свою очередь, соединяется с Балтийским морем. И когда ему сказали, что появилась русская эскадра, он долго не мог понять, откуда она там появилась, тогда, как у него дворец находится на берегу Босфора, и никто мимо Босфора не проплывал из Черного моря. Вот, ему долго объясняли, что, оказывается, еще есть один проход, и оттуда пришли. Он, конечно, был очень недоволен этим, раздосадован, поэтому вызвал своего капудан-пашу и приказал этот русский флот как можно быстрее уничтожить. А в это время начинается восстание массовое в Греции, ну, причем, конечно, не во всей Греции, а вот именно на полуострове Пелопонез, где жили, в основном, потомки спартанцев, и во главе восстания стали называемые такие повстанцы маниоты. Маниоты, почему их называли, это от греческого слова манио, ужас, это сами они себя так величали, что они несут ужас туркам, потому что они злые и беспощадные. Именно вот об этих повстанцах маниотах лорд Байрон в свое время напишет такие слова «Ложатся тени скал густые, на волны моря голубые, и очертания тех теней пугают мирных хребарей, майнота призраком ужасным». Этими маниотами, разбойниками руководили вот такой Маурон Миколи, его брат Иовани, вот они подняли восстание против турок. Причем восстание быстро стало всеобщим, в нем приняли участие греческие олигархи того времени, так правитель Каламиты 100 тысяч воинов обещал вооружить на свои средства, а некий грек Зали из Аркадии, вот он обещал на свои деньги в течение года снабжать провиантом полностью весь российский флот. Приведя корабли в порт Магони еще раз порядок, адмирал Спиридов и подсобрав эскадру, берет курс на первый греческий порт Виттала и вскоре наши корабли подходят к берегам Греции. Мы ожидали, что греки будут нам рады, но мы не ожидали, что наше прибытие вызовет такой восторг. От Виттала подход наших кораблей был встречен толпами народа, колокольным звоном, там был монастырь такой пресвятой Богородицы, и местный митрополит Анфим Параноксинский выступил с огромной речью о том, что мы единоверцы, мы дождались своих освободителей, и когда наши моряки сошли на берег, то греки их встречали стоя на коленях, то есть выражая этим самым свое почтение и преклонение перед теми, кто пришел помочь им в освобождении. Спиридов читал манифест Екатерины Второй о том, что начинается освободительная война, и попросил принять участие. Тут же было сформировано два легиона, повстанческих легионов, желающих от боя не было, один восточный легион, его возглавил капитан Кексгольского полка Иван Барков, очень интересная личность, ныне совершенно забытая, боевой офицер, участвовал в Семилетней войне, в сражении при Куринсдорфе, при Гросс Игрисдорфе, и командовал ротой в Суздальском полку в бытность командования полком самого Суворова. То есть офицер был достойный. Западный легион возглавил майор-князь Петр Долгорукий, это племянник от его однофамильца генерала-майора Долгорукого, который посещал Черногорию, о чем мы немножко выше говорили. генерал-майор-майор-князь. Такой новая такая небольшая радость. Только наши пришли виттол, а туда пришел фрегат Святой Николай, который привел еще один греческий капитан, и таким образом попросился в состав нашего флота, то есть очень хороший корабль, мы пополнились сразу, который он украл у венецианцев, за что в Венеции это был Александр Поликутий звали его, был приговорен к смертной казни через повешение, но это не состоялось, он в последствии стал прекрасным русским офицером. Ну, такие нюансы спустили вот эти вот разобранные собрали мы там полугалеры, и Спиридов сказал, что название им дадут сами матросы, и вот матросы их называли очень так мило, так нежно, там, жаворонок, ласточка, касатик, вот, вот такие вот названия давали, а интересно, что впервые наши моряки столкнулись с акулами, вот, их ловили на крючок, акулы матросам очень не нравились, и они их акулами не называли, называли прожорами, вот, такую кличку дали, значит, из тех пор вот в русском флоте, фактически до конца 19 века, даже в документах, акулы именуются как прожоры, ну, вот, все-таки, как народное название, оно бывает порой самым точным, а в это время грейк прибыл в Ливорно на своих кораблях графу Алексею Орлову, с которым они очень быстро нашли общий язык, и грейк понял, что надо держаться около Алексея Орлова, Анюкова, и подчиняться, прежде всего, ему, а не Спиридову, потому что Спиридов не честивую императрицу Екатерины, а братья Орловы фавориты, и карьеру можно сделать, как сказать, через них, быстрее, чем через Спиридова. В это время в море из Босфора выходит турецкий флот. Надо сказать, что в то время турецкий флот был одним из сильнейших флотов мира, турки имели неплохие линейные корабли, которые им строили французские корабельные мастера, тоже лучшие в мире на тот момент, и, так как турки сами были мореплаватели не очень хорошие, в основном в качестве штурманов и ответственной должности с навигацией связаны занимали обычно у них греки, они нанимали греческих специалистов, которые и водили по морям и хлябям турецкие корабли. Вот, и стало понятно, что это столкновение двух флотов, оно рано и поздно, но состоится. То есть, наши моряки были уже готовы к началу серьезных боевых действий, и к началу боевых действий были готовы турки, а это значило, что скоро начнется вот это вот подпаливание, вернее, попытка подпаливания турецкой империи, или, как ее называли в XVIII веке, высокая порта, блистательная порта, вот со всех там пяти, как говорил Екатерина II, со всех пяти углов. На этом мы закончим первую часть нашего рассказа о событиях первой архипелагской экспедиции и о предпосылках к Чесменскому сражению и в следующей нашей встрече мы уже будем говорить о боевых действиях в Греции в 1770 году, о чем, как сказать, малоизвестно до сегодняшнего дня, и о не менее интересных последующих событиях. А сейчас всего вам доброго, с вами был писатель-историк Владимир Шигин. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин